Мы когда начали тусоваться, наверное, это был 10 класс, 9, и у нас появились друзья, они учились, внимание, в физинституте. Да, у них была классная комната в общаге, и мы приходили к ним туда, и они реально торчали на музыке, на электронной, всякой разной. И, насколько я помню, они как-то дали кассету, видео, где была запись Mayday, ну, какого-то там очередного. Ну, вот. И сколько там влезло на эту кассету, столько мы Mayday, там они и записали. Mayday это и увидел в первый раз. Да, и это все верно. Аруша, по-моему, там была еще. Ну, я больше проникся Дереком Мэм, потому что там настолько все минималистично, и вот как человек играет сет, там, условно, с одной драм-машинки, и с Роланда от DB303, ничего ему больше не нужно было. Но меня это очень сильно поразило, потому что он владел этими людьми, которые стояли на танцполе буквально через два синтезатора. А как же группа Carman, которую ты мне показал? Блин, братан, ну. Кстати, Серега... Правда, это раньше было намного. Серега Огурцов в 2000, там, каком-то мохнатом году, уже мохнатом, как-то приезжая в город Смоленск, у него журналисты брали интервью, и он сказал, ну, ответив на вопрос, какая ваша любимая российская группа, он сказал, Сонки Терц, там, журналисты просто... Все, и Стас обрадовался. Да, это было для меня, это как бальзам на сердце, я этого... Признание. Да, человека слушал там с середины 90-х еще до Дерека Мэя. Вот, и я был просто в шоке, думаю, ну, круто, это же замечательно. Кстати, мы обсуждали с вами сейчас вопрос, вот у нас по поводу розыгрыша. Вот, кстати, у меня родился второй вопрос, так сказать, можно выбрать, либо дата рождения группы, как мы говорили, да, либо... Дата рождения Сереги Агурцова. Это покруче. Это посложнее. Можем сразу, так сказать, определиться с победителем, но давайте, раз вы сказали, что вот, кто знает, какого числа, в каком году образовалась группа Сонки Тюнс. И месяцы. Да, дата конкретная, число, месяц, год, и сразу конвертик с призом. Ну, небольшая подсказка, это дата является... Нет, можно так вот, да? Приз хороший. А, приз хороший. Просто можно на выбор, есть еще второй вариант, как вы придумали название Сонки Тюнс. Я не знаю, что лучше, что проще. Второй более обширный ответ. Да, да, да. Это можно сочинять, а тут не насочиняешься, есть конкретная дата. Второй больше желающий. Давайте, давайте. Надо дата. Близко. Да, с годом не ошиблись. Неправильно. Нет. Давайте так, позже. Позже. Вот, подсказка пошла. Еще позже. 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 Но ближе. Позже. Мы потом расскажем. Ну, это был так, скажи стоп, не совсем словарь, да? Нет, там словарь был, но близко тоже. У меня только, кто леденцы употреблял от кашля? Кто болел-то в детстве из вас чаще всех? Реклама болела. Продолжаем мы? Так, продолжаем. Ну так что, да. Позже сентября. Нет. 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 И о них интересно довольно. То есть они знают значение, в принципе, но это не слово, которое используется ежедневно, грубо говоря, в разговорной речи. Поэтому это, да, 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 это правда. Ну так с датой надо разобраться. Ну вот уже чуть-чуть перебрали. Осень. Помню, как осень. Что такое осень, да? Кто ответил? Где, где, где? Ну в интернете. Говорите еще раз. Я в интернете посмотрел сразу. Нет. Не первое. Но тоже, кстати, есть элементы интересные. Давайте. Подождите, зато это честно на самом деле. Попал, не попал, как рулет. Давай, давай, говори. Покрашен рулет. Нет. 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 13 октября. Почти. Но это уже... Так, так, так. Давай. Не, не, не. Подсказка. Это была пятница. Пятница. Это была пятница. Нет, ну что, пятница 13-го, ребята, точно. Чтобы не стали образовываться. В 98-м году не было 13-го октября, пятница. Близко сейчас, вот один день перед буквой. В 19-е. 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 Да, кто сказал? 9-е. 9-е. Кто сказал 9-е? Я слышал. Вас зовут? Илья. Илья. Вы сегодня записались. Фамилия ваша? Юрченко. Илья Юрченко. Выиграет приз. Илья, потом сфоткаемся. Все, выканали. 9 октября 1998 года. В 19-е. В 19-е год. День рождения. Запишите, если что, приходите на мастер-класс. В 19-е. Ну да, мы взяли дату образования коллектива как дату первого выступления. То есть писали музыку и до этого. Просто мы не знали, когда нам выбрать себе день рождения. Не то, кстати, название было. Да, было не Svenki Tunes название в этот день, под которым мы выступали. Хватит розык. Понравилось, да? А даты нет, когда Svenki Tunes появились. Это такой процесс был переходной. Что дата, Вадим? Даты нет. Ну то есть мы берем за дату основания Svenki Tunes, где там в интервью, когда мы отвечали, и даже там, грубо говоря, в группе ВКонтакте у нас там есть дата рождения. И мы выбрали 9 октября, потому что это первое выступление было проекта. Правда, он назывался не Svenki Tunes, но это то же самое. Просто мы через год поменяли название на Svenki Tunes, а до этого проект назывался Листья солнца. Хуже, конечно, ничего придумать нельзя, но вот как бы так было. Вот у нас следующий вопрос, он очень популярный, когда узнали, что вы приедете к нам в студию. Вопрос следующий. Вот есть ли в группе, существует ли в группе какой-то четкий такой вот функционал разделенный? Один там, не знаю, пишет это, второй там это, третий там, не знаю, занимается сведением, четвертый там продюсирует. Или вы все трое вот делаете все? Ну, дело в том, что помимо музыки есть же еще много очень чего приходится чем заниматься. То есть, если бы нам надо было заниматься только музыкой, это бы была какая-то такая прям не жизнь, а мечта. Вообще была бы утопия такая. Но так как современным, ну, я думаю, да вообще любому современному артисту, независимо от жанра, ему приходится заниматься такими вещами, которые люди даже не представляют. То есть люди думают, что это все просто. Ты съездил на гастроли, выступил, получил там гонорар, пришел в студию, поработал. Последняя часть, самая приятная. Какая поработала? Получил гонорар. Получил гонорар или какая-то? Причем не так, ты сначала получил гонорар, потом поехал на гастроли. Ну, в любом случае, все равно самое приятное работать на студии, мне кажется, как раз таки создавать то, что может обеспечивать потом тебе и гастроли, и гонорары, и все подряд. Вот. Все же, прежде всего, это продукт, потому что без продукта, конечно, ничего не будет. Но я тебе скажу так, что, в принципе, конечно, у нас какие-то уже распределились там, ну, такие подводные обязанности, да, не то, что прям вот четко, как, знаешь, там, не знаю, где, как в вооруженных силах, например, или что-то. Человек занимается только вот конкретно одним делом. Нет, нам приходится, конечно, быть более обширными. То есть, начиная от любых там переговоров по поводу какие даты, какие афиши, какие все, что утверждать, какой самом план, какие фотографии мы постим, какие треки мы там пишем, какие вокалы мы ищем, что мы отслушиваем, на какие мейлы отвечаем. То есть, ну, это огромнейшее просто поле деятельности, и поэтому как-то каждый пытается, наверное, ну, вот что вот он как бы успел, увидел, сделал, но вот в каком-то, наверное, таком, больше, наверное. Конечно, есть вот, я как сказал, какие-то там обязанности уже сами выработанные, потому что, например, кому-то, может быть, больше нравится это немного делать, или, например, там, Стас больше понимает там в логистике или в чем-то и так далее. Ну, то есть, какие-то, знаешь, ну, чисто уже как личностные, да, ну, у каждого как бы своя какая-то есть все-таки предрасположенность к чему-то. Но так, в принципе, конечно, звучит это глупо, но каждый занимается всем подряд для того, чтобы сделать проект лучше и двинуть вперед. Я просто поясню вопрос, Вадим, у нас этот вопрос муссируется в Академии постоянно. Приезжают ребята и говорят, вы знаете, вот мы там, не знаю, там были в других школах, там вот есть методички, почему их нет у вас, да? Вот, значит, научите меня там сводить бочку, вот там, вот я хочу, чтобы она была вот такой и по-другому не бывает. А что вы мне там какую-то, значит, туфту тут гоните, ну, я преподаватель, да? Я пытаюсь объяснить, что творческие люди вообще сами по себе и творческий процесс – это не роботизированная функция. То есть вот когда на планету Земля сейчас придут роботы, там, может, лет через 15-20, да, вот, тогда планета Земля разделится на труд роботов и людей, которых роботы заменить не смогут, да? И как раз это люди творческие, потому что робот творить не сможет. Все остальное, в принципе, роботы делать будут. И машины водить, там, и почту разносить и так далее. Нет, мне кажется, даже больше не об этом, не о том, что придут роботы или не придут и что они смогут делать, а, конечно, смысл, наверное, в том, что если у тебя есть желание и, во-первых, никто тебе не сможет привить это желание, если его самого нет. И двигаться дальше, чему-то обучаться, становиться в этом лучше, тратить на это свое время, свою, там, не знаю, жизнь, это, конечно, может идти только изнутри. То, чем мы занимаемся, невозможно, как бы, делать из-под палки, потому что точно ничего не получится. И, конечно, чем больше времени вы тратите, чем больше вы самообразовываетесь, чем больше вы креативите, чем больше вы вообще, ну, хотите сделать для себя самого хорошо и свой продукт лучше. Вот это, наверное, самые основные тезисы того, к чему надо стремиться, на что надо тратить свое время. Но я имею в виду немножко другое. Я имею в виду, что добиться нестандартного результата, добиться какого-то звездного статуса или написать какой-то уникальный трек, это как раз ломка стереотипов, мне кажется. Это не пошаговая какая-то ступенчатая такая… Нет, конечно, но просто в любом случае надо работать. Я привяжусь к тому, что труд, он как бы из человека сделал человека. Вот, поэтому чем больше ты трудишься всегда, при любом, просто под лежачий камень вода не течет, да. А как бы если ты двигаешься, если ты делаешь все максимально до этого, то в итоге, если ты не остановишься, то в итоге что-то у тебя получится. И вот это самое важное. Если ты куда-то уже прорвался, то рваться тебе надо будет еще больше, больше, больше и больше и больше. Ну, пока вы готовились к эфиру, вот я рассказывал нашим слушателям, что сегодня тема профессионализма. Мы говорили вот предыдущие два мастер-класса о международности и нашего проекта, вообще о ментальности работы за рубежом. Сегодня наша тема профессионализм. Как его вообще сформулировать, что это такое? Я как раз говорил, что если вы набираете два необходимых и достаточных условий, то есть вы должны профессионально подходить к этому делу. Музыка – это профессия, это не просто какие-то там два часа в день, как Попов сказал, что надо ежедневно заниматься. Это точно. И вот вы уже 21 год этим занимаетесь, минимум, да, то и больше, естественно. Вот. И второе, то, что вы должны быть признаны такими же профессионалами и фактически во всем мире, иначе если вас профессиональное сообщество не принимает, то никакими профессионалами называться не будете, и это просто будет, так сказать… Тоже правда. Несерьезно, да. Вот тогда все-таки вот основной вопрос, мы к нему логически подошли. Вот 27 место, вы лучший коллектив нашей стороны за всю историю. Мне кажется, еще у Бобины 16 место, так что я не скажу, что мы единственные, кто там добрался до такой позиции, будем честными. И у Арти были высокие места в DJ Magi, так что, наверное… Может быть, ваше достижение более на слуху, вот лично для меня, но все-таки это… Вы были названы там и прорывом года и так далее. Вот все-таки, как я считаю, это из того, что я вас знаю, все-таки переломным моментом вы достаточно долго долбили в одну точку, не могли попасть на западный рынок, то есть не получив признания международной общественности и профессиональных западных продюсеров, добиться такой результат, я думаю, было бы невозможно. И вот Мейксом Нойз, Тиеста, да, я так понимаю, это был такой переломный момент. Как произошло, что вас заметил сам Тиеста? Слушай, ну с Тиеста была история довольно банальная. Он каждую программу почему-то, там, грубо говоря, в 10-11 году выпускали музыку чуть ли не каждый месяц. Вот много релизов было и на спиннине, там, и на миксмэш, и там на многих лейблах, и на лейблах шведов, там, и на рефью, на на сайз. Вот. И он каждую программу в течение 10 радио-шоу своих примерно выпусков, вот он в каждую программу вставлял один наш какой-то трек. Нам показалось это очень… У нас много в то время треков выходило, поэтому… Да, и он… Не было, что вставлять. Такое ощущение, как будто он резко ознакомился, что ли, с нашим музыкой. Как бы он узнал это? Я не знаю, то есть это для меня секрет. Потом он подписался в Твиттере, мы что-то тому ему ответили, бла-бла-бла. По-моему, потом появился ремикс, который мы как раз-таки сделали совместно с Rehub. Вот. И потом уже мы начали как-то более общаться и более… Ну, как… Больше общаться просто, да. И потом договорились о встрече на Tomorrowland'е на каком-то. Это, наверное, был первый или второй, на котором мы играли. Не помню. Тем более… Второй, по-моему. Да, потому что ребята вдвоем ездили. Вот. И что? Ну, договорились встречи, попросили, можно ли встретиться в гримёрке где-то в бэкстейдж. В бэкстейдж встретились у него там в гримёрке, поговорили, сказали, а давай сделаем коллаб. Вот ремикс мы сделали, типа тебе, давай сделаем коллаб. Он говорит, да, давайте. Ну и там какой-то после этого месяца… Не бойтесь предлагать. Не, ну да, это тоже. Но и через сколько-то месяцев, там, ну не знаю, полгода, нет, даже… Релиз состоялся где-то примерно через год после первых переговоров. Ну, примерно так. За то, что я сегодня говорил про розыгрыш, у нас не приехал победитель в Инстаграме, который ответил первым на правильный вопрос, кто будет следующим звёздным гостем у нас в Мизик Академии. И причина, по которой он не приехал, выступление в Ростове. Вот. И я как раз вот объясняю, что, ребята, вот если вы хотите всю жизнь в Ростове выступать, это одна цель. А если вы хотите покорять и дальше, и дальше, и тем более мировые вершины, пообщаться со сванками, приехать просто, мы просто обязаны, потому что вот как только что сказали, даже знакомство там за кулисами с Тиеста привело вас… Ну, вообще общение за кулисами на фестивалях, оно приводит ко многим вещам, которые вы слышали и знаете, но вы не знаете, как они произошли. Потому что не все друг друга знают, даже, ну, слышали там о ком-то, не могут не знать в лицо ещё друг друга когда-то, особенно когда какие-то молодые артисты. И как раз-таки вот встреча бэкстейдж, это, конечно, важно, потому что ты можешь подойти, попросить телефон, имейл, и это сложнее как бы от тебя будет отказать, даже если ты молодой, кому-то именитому, потому что вот ты стоишь, и вот реальная персона, а не кто-то там где-то когда-то написал о чём-то, и там кто-то пропустил, и всё, это забылось. Ну, скажем так. То есть вот, пожалуйста, прислали нам запрос с паспортными данными телефоном, да, вот человек сегодня, да, Илья, да, Илья сегодня прислал, вот просто как это происходит в жизни, да, прислал данные, приехал, пофотографируется со звёздной, ещё и приз выиграл, да, вот. Ну, понял, у него сегодня хороший день. Хороший день, да, но я про то, что сказал Вадим, Стас, точнее, не то, что не бойтесь, это целая наука, профессиональная коммуникация, должны общаться, должны общаться, уметь где-то подстроиться, где-то с днём рождения ребят поздравить, да, и что-то такое там приятно где-то да сказать, там, и знать творчество, и даты там рождения, и фамилия, и так далее, и так далее. И тогда, если вы ответ какое-то уважение от профессионалов получите, тогда и ваша дорога к славе, она, естественно, будет устраиваться намного быстрее, я прав? Да, абсолютно. Личное общение никто не отменял, конечно. Но, конечно, при всём при этом, ещё то, что мы обсуждали перед этим, конечно, нужен продукт. То есть что показывать, что ты можешь показать человеку, потому что просто общаться, ходить там что-то с кем-то там. Привет, Тесна. Привет, да, там. Это уже менеджмент. Да, это уже какая-то менеджментская большая работа. Вот вопрос про менеджмент. Тоже один из самых популярных вопросов. Вот нужно ли музыкальное образование, чтобы стать музыкантом? Напомню, что профессионального музыкального образования у ребят, насколько я понимаю, ни у кого нет. Да, по-моему, у кого-то баян был. Нет, нет, никто. Нет, у меня был аккордеон. У Дима баян. Четыре класса. А у меня был аккордеон. У меня виланчер. Это всё баян. Вот, то есть, и вот по поводу менеджеров тоже. Вот часто такое мнение, я с ним не согласен, что вот всё самим надо там, не нужны никакие профессиональные переговорщики, там менеджеры, коммуникаторы. В вашей профессиональной карьере менеджмент, какую он роль играет, сыграл, или эти люди, так сказать, вот, не обязательно, скажем, профессиональный выстраивание профессиональной карьеры. Ну смотри, первый менеджер у нас появился где-то в году в 2011, да, как раз-таки, когда мы начали выпускать активно музыку, подписывать свою, и как раз-таки понеслись все релизы вот на всех тогда топовых лейблах, и как раз-таки сразу появился менеджер. То есть, это всё произошло как-то очень органично, да. Мы съездили в Голландию на… На IDE, да, на Amsterdam Dance Event. Выбрали там кучу людей, с кем мы могли бы встретиться, и среди них оказался наш будущий менеджер, с которым мы проработали. И там же, в эту же поездку мы встретили и нынешнего своего менеджера. То есть, поездка была, как так сказать… Эпохальной. Эпохальной для коллектива, если так скажу. Всё-таки вот менеджер, он должен быть в обязательном порядке. Один, два, три. Я знаю, там у того же Саши Попова, там есть международный менеджмент, есть российский менеджмент. Должен быть как минимум человек, который занимается всеми твоими делами, не включая гастроли, хотя если он занимается твоими гастролями, это тоже неплохо. Но тот человек, который видит помимо артиста вектор развития и может его как-то корректировать и коллаборировать с тобой, находить новые возможности, ездить к людям, ходить на переговоры, предлагать какие-то варианты сотрудничества и так далее. То есть, я не про booking сейчас говорю. Booking – это вот ты принял гастроль, сделал ее, отправил артиста на эту гастроль. Такие менеджеры тоже должны быть в зависимости от территории. Они… Просто у нас есть… Может быть, один, два, три, четыре, там несколько, да. Мы сейчас говорим про того человека, которого, кстати, в России незаслуженно почему-то называют продюсером. Да. Но вот тот человек, который делает из артиста артиста, потому что, ну, есть некоторые моменты, когда доходишь до какого-то момента, а дальше ты можешь, ну, в силу каких-то определенных моментов не видеть, что, куда, как ты можешь развиваться. Или не иметь нужных знакомств. Или не иметь возможности. Возможности какой-то. Вот. И тут этот человек может прийти тебе на помощь. То есть менеджер, который тебе скажет, чувак, давай вот так. А может быть вот так. А может быть вот так. А может быть твой продукт, да, должен в него верить. Он должен в тебя верить, должен понимать, должен быть заражен тобой в хорошем смысле. И тогда этот симбиоз менеджера и артиста, он работает как бы на все сто процентов. Для выстраивания профессиональной, тем более международной карьеры. Да неважно где. Ну, естественно, сейчас говорим не только про нашу страну. А вот еще у меня вопрос. Я когда был в Армаде, увидел такое все-таки, ну, чисто интуитивное такое у меня было ощущение, что все-таки голландцы очень вот четко сегментируют там. Вот свой, не свой, умеешь себя вести, как ты себя преподаешь, да, какой у тебя материал. Вот то, что мы из России. Я считаю, что все-таки в электронной музыке мы догоняем. Если мы где-то в хоккее, в балете, в художественной гимнастике исторически лидировали и лидируем, то футбол это английская игра, а электронная музыка это все-таки немножко пока не наш продукт. Вы это ощущаете на себе, ощущали когда-то? Есть ли какое-то отношение не совсем такое прям к русским артистам или это зависит от каких-то таких точных факторов? Мне кажется, конечно, такого прямо отношения у кого-то, что ты русский или ты голландец или еще кто-то, может быть, только быть, если ты не знаешь языка, у тебя языковой барьер может быть. Но он преодолим. Да, это во-первых преодолимо. Вы же все говорите по-английски. Да, да, да. Если, конечно, ты знаешь язык, то у тебя в принципе проблем и предвзятого тем более отношения нет. И наоборот многие, когда мы были там, ну не знаю, на любых гастролях, все наоборот почему-то стараются там восхищаться как-то и там и лидером страны, и там что им нравится, что не нравится говорить. И как-то это более, знаешь, такое все-таки, ну… Ну подожди, мы же сейчас говорим… Более welcome такое, да? Мы же говорим о профессиональной среде, а там, ну неважно, из какой-то страны. Да, потому что это профессионалы из всех стран. То есть это было бы глупо, если было какое-то вот негативное отношение или какое-то проблемное, что ли, отношение к тому, что ты русский. Нет, я думаю, что нет. Единственное, что да, ты сказал, что… Единственная проблема, что в нашей стране танцевальная электронная музыка не развита так, как в Голландии. Вот это вот другая, но большая проблема. То есть они смотрят на тебя с точки зрения индустрии и оценивают тебя не на каком-то языке разговариваешь, а как ты делаешь свое дело. Ну и наоборот, интересно, кстати, да. Потому что ты из страны, которая вот как бы талантов, там, скажем, электронной музыки выдает не с такой скоростью, с таким количеством, как та же Голландия, например. Поэтому, наверное, даже интерес. Даже интерес вызывает. Ну вот все-таки вот 27 место и такой вот все-таки прорыв. Чем он обусловлен? Вот вы там, не знаю, били в одну точку там 10-15 лет. Или это случай и удача. Либо это вот… Есть какой-то фактор, который вот для молодежи, для нашего, какой-то совет, какой-то лайфхак такой, что, ребята, если хотите там покорить, не знаю, топ-100 диджей-маг, вы должны там вот первое, второе, третье там и компот делать. Диджей-маг – это большие вложения на самом деле. То есть, чтобы увеличить свои шансы попасть в топ-100 диджей, нужно понимать, что это действительно на тот момент, когда мы попали на 27-е, мы делали колоссальные вложения, реально. То есть, это очень много денег было вухано в маркет, именно в России. И маркетинг и так далее. И посевы, и контекстная реклама, и сайт диджей-мага с рекламой, и помимо этого и музыка, и проигрывание на радио, и там миллиард всего. Вообще это требует не только диджей-маг. Вообще это требует… Любой продукт, как и сейчас. Любая деятельность артистическая, когда ты доходишь, скажем, до какого-то этажа, условно до 10-го, то вот с 11-го у тебя начинается уже серьезный бизнес. И там другие вложения. Конечно, всегда это вложения. Если ты, допустим, издаешь трек, то ты должен понимать, что этот трек не просто ты должен выложить и все, через какого-то агрегатора, но издать на каком-то лейбле. Нет, ты можешь еще потратить там несколько сот тысяч рублей для того, чтобы этот трек раскрутить, придумать какую-то историю и так далее. Потому что музыки-то очень много сейчас. Диджей-маг – это диджей-маг. Может теряться. Это просто как бы пищи. Но это рейтинг. Во-первых, начнем, что это рейтинг. К нему можно по-разному относиться. Можно ненавидеть, можно поливать грязью в интернете, кого угодно и так далее. Все, что угодно можно делать. Но как бы другого рейтинга для… Нет, ну есть Resident Advisor, который… Ну чуть более андеграундный. Но он более андеграундный. И, наверное, не такой, так скажем, широко известный, скажем так. Диджей-маг он есть. И как бы вы к нему ни относились, он будет существовать все равно. То есть это все негативно или положительно, это абсолютно бессмысленно. То, что он как бы единственный, и ты в нем, и люди как бы относятся как-то по-другому к тем, кто там находится и так далее. Потому что это единственный рейтинг, на который вообще, ну как-то люди ориентируются, помимо своих, грубо говоря, вкусовых пристрастий в музыке и тех людей, для которых, кого они уважают, слушают, любят, на чьи выступления ходят и так далее. Поэтому, ну, это рейтинг. Ну, любой рейтинг, он имеет положительные, отрицательные стороны и так далее. Есть люди, которые на это ориентируются, есть люди, которые на это не ориентируются. Они находятся в одной, скажем так, бизнес-чаше, и все варятся. И, ну, то есть все имеет место быть. Я бы, наверное, вообще не советовал молодым начинающим продюсерам или диджеям как-то ориентироваться на диджи-маг, потому что все-таки это некий просто результат успешной работы. То есть если больше, наверное, стоит ориентироваться, чтобы написать качественный продукт, и он был как моля больше расположен в разных плейлистах различных диджеев, которые играют музыку, чем больше выиграют, тогда вот это, наверное, самый главный показатель, к чему стремиться. А последствием всего этого может быть и диджи-маг, и там любой другой рейтинг. Поэтому ставить просто для себя оценку попасть в этот диджи-маг, ну, я бы не стал бы реально, потому что это уже другая игра, это уже совсем другая планка. И сейчас нужно думать о другом, наверное, если ты уже молодой продюсер. Поэтому больше сосредоточиться, наверное, на продакшене, на качестве музыки, а это уже потом. Это уже задача менеджера будет даже. Вы 21 год на сцене. Есть ли какая-то внутренняя у вас уже необходимость, с учетом такого колоссального опыта, вот приемности поколений, передачи опыта молодежи? Или вы считаете, что вот еще чуть попозже? Не, ну, знаешь, но нам не столько еще пока лет, что там сейчас прямо вот все, пора уходить, куда-то там не заниматься. Боишься скорей? Нет, я отвечаю на вопросы тем реалиям, сколько мне реально сейчас лет, поэтому… Но я имею в виду немножко, что если мы не будем этим заниматься все вместе, то и поколение не вырастет. Нет, приемственность поколений, конечно, мы всегда, мы, во-первых, всю жизнь и с лейблом Шоу Ленд мы всегда старались помочь молодым. Всегда. И без него тоже. И без лейбла и как угодно. То есть это, ну, когда ты что-то добиваешься, ты должен, ну, в любом случае, наверное, с кем-то этим делиться, потому что это будет выглядеть, иначе ты такой вот один сидишь на горе своего таланта и счастья. Один. И ни с кем не делишься. Но это глупо, наверное. Да, моё. Но это, наверное, глупо, мне кажется. Поэтому мы всегда старались помогать и постоянно этим занимаемся. Это не что-то, ну, сверхъестественное для нас. Я имел в виду немножко другой подтекст. То есть есть ли какое-то здесь соперничество, что вот все-таки чуть-чуть пусть они там подождут, как ты сказал, мы еще в самом высоку, а там зачем растить там конкуренцию какую-то? Нет, конечно, нет. Конкуренция порождает спрос, конечно. Да нет, нет. Развитие. По мне, так, чем больше есть конкурентов для тебя, тем сам внутренний твой, не знаю, зверь начинает беситься, и ты хочешь… Быстрее, быстрее, конечно, делать больше. Да, да, да. Если ты чувствуешь, что тут не с кем даже… И чужие успехи, наоборот, мне кажется, дают тебе какой-то пинок. Не зависть, а именно просто вот ты видишь чужой успех, и ты хочешь сделать лучше или, ну, не знаю, каждый думает, или так же. Это некоторый драйвер для тебя. Да, да, это правда. Если вокруг ничего тебя не вдохновляет, если раньше, допустим, мы вдохновлялись тем, что есть вот такие музыканты, которые уже на тот момент, когда мы их слушали, добились каких-то невероятных высот, то сейчас мы, наверное, чаще, ну, не знаю, чаще, не чаще, очень много обращаем внимание на молодых продюсеров и что они делают, потому что это есть некоторый глоток свежести, что ли, который тоже очень интересный. То есть не обязательно смотреть на тех, кто круче тебя, можно смотреть на тех, кто еще не круче тебя. Это тоже дает определенные результаты. Опыт везде есть. То есть если ты слышишь качественный продукт, то тебе уже, значит, есть чему там поучиться, потому что человек это сделал. Значит, неважно, известен он или нет, значит, он обладает опытом. А обмен опытом всегда приводит только к лучшему у людей обычно, ну, зачастую. Если такому человеку помочь, это, ну, в этом нет ничего плохого. Если он взлетит выше тебя, в этом тоже нет ничего плохого. Просто очень много людей, особенности, ну, молодых продюсеров, ну, есть некоторый такой момент, как ты правильно сказал, что вот вы там сидите, никого не пускаете. Мы сейчас говорим совершенно о другом. Заняли рынок. Да, ну, да, заняли рынок, но ничто не мешает это сделать и тебе. У тебя есть две руки, две ноги, голова, пожалуйста. Ты можешь попросить нашей помощи. Вот о том мы сегодня и говорим, что надо общаться, коммуницировать, учиться и так далее, и так далее. Один вопрос такой социальный я слышал, стал слышать, точнее, очень часто, особенно вот в интервью Армена Ван Бюрена, у Майкла Пайрена, CEO, да, генерального директора компании Armada. Ну, и вообще, я считаю, люди, особенно в западном таком эстеблишменте, добивающиеся таких результатов и обладающие статусом звезды, рано или поздно обязаны просто по, опять же, своему социальному уже положению приходить к каким-то неким социальным проектам. Вот у Майкла Пайрена там случилось, я так понял, горе в семье, его сын болел серьезным заболеванием. Они организовали сейчас фонд там велосипеда, и все там, значит, какие-то вот эти гонки, все средства направляют там фонды по лечению там заболеваний. В Армена очень много говорит о природе, о будущих поколениях, так сказать, о океане, да. Вот вы как звезды, у вас есть какой-то, не знаю, социальный посыл, опять же, той же молодежи? Чем вы, может быть, я не в этом афиширую, может быть, в какой-то сфере кого-то там поддерживаете? Или на это все-таки тоже, это отдельная работа, там, не знаю, на это нужны и время, и силы? Ну, если у нас случаются какие-то проекты, потому что так вот сейчас из головы вынуть что-то очень сложно, но есть мероприятия, допустим, на которых ты выступаешь, и средства от этих мероприятий идут в различные фонды. Нет, такое, да, такое часто. Причем это может быть и фонд помощи, ну, там, условно детям, да, условно пострадавшим от чего-то или еще что-то, нет. То есть мы всегда открыты к таким проектам. Особенно когда затронут какие-то серьезные проблемы, да, помощи там людям, то, конечно. У меня один вопрос остался, я хочу его составить наедине с публикой. Вопрос, вопрос, как менеджер. Менеджером, в любом случае вы не только музыканты, вы много продюсируете, много работаете с такой менеджерской составляющей. Вот, как сказал Олег Тиньков недавно интервью, что если ты там ближайшие 10-15 лет не видишь развития своего проекта, своего бизнеса, то ты уже не топ-менеджер, ты, так сказать, где-то там в миддле, так сказать, в лучшем случае. Вот вы в самом рассвете, как мы уже сегодня выяснили, с одной стороны огромный опыт, многое позади, есть статус, есть признание, уважение и все сопутствующие регалии и так далее. Вот если там на 10 лет вперед посмотреть, есть ли какой-то четкий план, я не знаю, там связанный с покорением каких-то вершин, заработки, социальный статус, переезд там, не знаю, в другую сторону. Вот какие-то четкие, понятные такие направляющие на ближайшие десятилетия. Ну, я тебе могу сказать, дело в том, что рынки меняются. Там, где становится танцевальная музыка популярной, оно идет по планете как таким каким-то своим путем, да? Не так, как ты думаешь. Вот так вот, да. Потому что то Америка, то там Китай, то теперь там Бразилия, то еще. То есть, конечно, мы следим за тем, чтобы попадать в струю, да, потому что, ну, как бы было глупо, наверное, скрывать, что… Что мы хотим делать, конечно, музыку ту, которая актуальна при любом раскладе. Мы не хотим делать ту музыку, которая нам не нравится, но мы хотим делать все равно актуальную музыку. По нашему мнению, дело не там конъюнктурщик ты, не конъюнктурщик, там ты хайпуешь на чем-то, не хайпуешь. Все всегда смотрят на твой результат в итоге. И победителей в итоге не судят. Поэтому, как бы оно там не было витвисто в процессе, то есть все равно все смотрят на результат. Поэтому, конечно, нам интересны новые рынки. И вот сейчас, например, я вижу, что Бразилия, прям это вот следующий, наверное, какой-то, ну, такой… Выдал тайну. Это, в принципе, такая, на несколько лет, например, какая-то… Единственное, Бразилия, конечно, очень далеко. Она даже от нас дальше, чем Китай, грубо говоря. Поэтому, но все равно это новый рынок, я думаю, танцевальной музыки. Поэтому мы тоже хотим, как бы, максимально усилий приложить. И давно мы не были в Бразилии, например. Но это как тебе, вот как часть какого-то общего такого огромного плана, который у нас есть. То есть новые территории, которые не были до этого так сильно охвачены нами. Или они не существовали так сильно, скажем так, на карте танцевальной электронной музыки. Или какие-то жанры были другие там совершенно, да. Поэтому, конечно, больше и больше новой музыки. Потому что, когда ты уже попадаешь в какую-то ситуацию, скажем, как мы, да, то есть много гастролей, у тебя еще какая-то… Ты взрослеешь, то есть у тебя появляются какие-то еще заботы, там, семья и так далее, и тому прочее. Конечно, все это делать сложнее, чем там парню в 17 лет, которого ничего не держит. Ему там могут помогать там родители, не знаю, или что-нибудь еще. Или он сам там, наоборот, такой талантливый и хочет пробиться. И, конечно, у него там напор, там безумные идеи и так далее, и так далее, и тому прочему. И когда ты уже немного старше, то ты уже и видишь это по-другому и так далее. Поэтому у нас, наоборот, как бы план делать больше и больше и танцевальной музыки, и музыки более популярной, которая становится более популярной. То есть, наоборот, сконцентрироваться больше и больше на работе. И, в принципе, это уже и происходит, потому что, например, грубо говоря, у нас с октября месяца каждый месяц выходит новый трек. И мы не собираемся, в принципе, даже и добавлять обороты, а может быть, еще туда и добавлять поп-треки, которые не будут там совмещаться по релизам и по пересечению в стилях друг с другом. Грубо говоря, в начале месяца выходит там танцевальный трек, а в середине выходит коммерческий трек. Потому что никто все-таки не отменял. И мы всегда говорим, что мы хотим присутствовать на российском рынке. Но российский рынок – штука довольно тяжелая, потому что 74 года страна была закрыта, и у нас появилось все свое. Синтезаторы свои, машины свои, одежда своя. И довольно сложно. И никто не… Во-первых, 82% населения России не разговаривает ни на одном иностранном языке. Что проблемно для музыки тоже, в том числе. Потому что люди не понимают, о чем поется в песнях. А если люди не понимают, о чем поются в песнях, тогда это большая проблема для страны. Поэтому мы видим сейчас подъем русского рэпа. Потому что культура молодежная, и она захватывает именно тех, кто хочет слушать музыку на своем собственном языке. И еще такого не было до этого, чтобы именно, скажем так, молодежная культура уже перешла в русский язык. Потому что всегда считала, что вот есть фермачи, да, вот есть они поют на английском, и все вот типа вот круто. А у нас нет. Уже все эти понятия смываются, грубо говоря, да, и новым поколением совершенно другая история пишется. Поэтому тут, конечно, страна в этом плане у нас сложная. Но, как я и сказал вначале, мы хотим присутствовать на этом рынке. И поэтому, конечно, мы для нашей страны, для радио и так далее делаем более коммерческие работы, чтобы можно было с помощью них как раз-таки популяризировать танцевальную музыку в массы. Чтобы они, ознакомившись с одним треком по радио, могли дальше перейти там в iTunes или в Apple Music и сразу увидеть, даже если ты не знаком с творчеством Sven Ketius, ты можешь сразу понять, что люди делают. То есть не нравится эта композиция, можешь послушать другую и так далее. То есть мы постараемся охватить более широкую аудиторию тем, что сейчас делаем. Вот это для нас, наверное, самая важная задача на ближайшее время. То есть больше и больше. Про спираль, то есть про такую повторяющуюся картинку в плане перемещения электронной музыки по планете. Назвал Бразилию, до нас-то дойдет? Ну, сейчас опять в Америку вернется, потом в Китай, потом снова в Россию. Дойдет? Нет, но если вспомнить начало 2000-х к танцевальной электронной музыке и к клубам. Был большой интерес. Был большой интерес, реально. Вспомните первую волну диджеев, там грува, фонаря, града, которые из гастролей не вылазили в то время. То есть был интерес к танцевальной музыке, был интерес к клубам, был интерес, правда, наверное, еще тогда не знали в России, как делать фестивали танцевальные и так далее. Но уже есть опыт. Но клубная индустрия была. А получается, сейчас она как бы в таком совсем пике. Падении, скажем. Потому что если два года назад меня бы спросили этот же самый вопрос, я бы сказал, ну, типа, наверное, все нормально. Ну, not bad. Сейчас я, конечно, скажу, что с клубной именно индустрией все так очень напряженно. То есть получается начало 2000-х, где-то 2002-2003 год, потом сейчас 18-е падение, 19-е. Это сколько было? Ну, практически 15 лет. Физмат не дает такое. Прибавим 15-е, получается, что в 2034-м… Не знаем. Знаете, по всей планете реально даже вот если смотреть на Грэмми, на какую-то совсем вот такую величину, не связанную с Россией, наверное, никак, а просто связанную со всем остальным миром, то уже было не рассказано, что хип-хоп победил. То есть, да, вот эта фраза, которая… Что тоже является… То есть мы не можем на это закрывать глаза, то есть, да, потому что, ну, танцевальная электронная музыка всегда впитывала в себя элементы из всех имеющихся стилей, да, и из рок-музыки, и рэп, и хип-хоп, и так далее, и хип-хаус, и все, что угодно, и рок. Поэтому, мне кажется, как раз-таки электронный продюсер вот должен следить за вот этим, так сказать, общим трендом, настроением вот этим, которое он может почувствовать в воздухе, что на самом деле происходит. Потому что много же сейчас коллабораций, да, рэперов и там электронно-танцевальных продюсеров, тот же DJ Snake и так далее, там такие коллаборации, которые, мне кажется, вообще невозможно были никогда, там собраны просто все топовые рэперы в одном треке, да. Такое невозможно было, объединил их как раз-таки продюсер, который делает танцевальную электронную музыку, и он DJ к тому же еще. Не просто кто-то там, который сидит где-то там, пишет им биты, там, и продает их там за какие-то деньги, да, а именно вот звезда танцевальной электронной музыки, которая любит танцевальную электронную музыку и точно так же любит хип-хоп. Поэтому всегда можно найти какой-то симбиоз, если вам что-то приятное, или наоборот найти тот симбиоз, который может стать следующим трендом, что тоже, ну, круто. Поэтому тут все двери открыты, все, мне кажется, как сказать, ну, здесь нет границ, нет правил, и если вы можете ломать систему, то только welcome. Ну, я так понял, вот, заканчиваю свое выступление, я так понял сейчас со слов Вадима, что, опять же, единственный шанс у нас состояться, как страна с достойным вот таким потенциалом в электронной музыке, да и вообще в современной танцевальной музыке, как таковой, и коммерческой, и андеграудной, только один, это совместные усилия. То есть это общение, ходьба по клубам, открытие заведений, там, какие-то, так сказать, там, профессиональные вот такие вот обучающие программы, и только все вместе мы сможем, мне кажется, что-то сделать, потому что действительно ситуация в нашей стране такая вот, пока грустная. Нет, ну, однозначно, но сейчас будет появляться, наверное, я думаю, больше и таких проектов, как рэперы, и там, и хаос-музыка, и еще что-то даже в нашей стране, потому что к какому-то моменту это всем быстро надоест. То есть если главенствует что-то одно и долго, и оно звучит одинаково, то оно, по большому счету, надоедает быстро в любой стране, неважно в какой. Ну, посмотрим, вот и увидим, кто останется, кто выплывет. То есть история всех рассудит. Поэтому предлагаю, ребят, поддерживать в их творчестве и в профессиональной деятельности. Вот я хочу вас еще раз поблагодарить от себя за визит. Вы нас очень красиво поздравили с годовщиной. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Вот я сейчас, оставлю вас с публикой, хочу пожелать вам и творческих, и профессиональных побед в дальнейшем. Спасибо большое. Я вот хотел спросить. Я думаю, что мы можем уже, в принципе, перейти в какой-то интерактив, наверное, даже лучше. Так мы больше информации сможем… У нас абсолютно творческий процесс. Что хотите, как вам интереснее, как вам комфортнее. Кому интересно, и на эту тему будем там как-то… Вот вы поднимаете руку, например, говорите и мы… Вы правы, абсолютно. 15 децибел, когда ты его вставил, там канал с этим, с фильтром, и, ну, и получается, ты не глохнешь, и получается, бережешь слух. А вопрос такой, вы в России заказывали или… Нет, в Голландии. В России просто это выйдет дороже, там, в два раза, по-моему, особенно для… Если не секрет, сколько это стоит? 150 евро. 150 евро, по-моему, за ставкой в Россию. Ну, то есть это не такие большие вложения, чтобы… Можно найти и беруши более… Ну, скажем, они не будут хуже, просто они не будут по слепку уха у вас. Спасибо. У меня вот такие тоже есть, они там… Зайдите, по-моему, airproof.com. В Голландии две компании. Да, две компании в Голландии еще. Нет, ну, молодцы, что слух бережете, потому что очень важно здоровье. Ну, конечно, это вообще очень важно для любого человека, потому что слух сложно восстанавливается. Спасибо за ответ. Да, не что. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. У меня непосредственно вопрос идет уже ближе к сведению, именно сведение музыки. Ну, как потому что я этим, ну, уже занимаюсь, как бы, ну, у меня был определенный там… Ну, где-то я в интернете уроки, как бы, находил что-то. Ну, и непосредственно музыкальное образование есть. И, нет, конечно, мне нравится и с, как бы, ну, с современной музыкой. Ну, и у меня есть парочку, вот у меня есть один такой очень хороший вопрос, именно вот по сведению. Вот именно бочка-бас. Вот сейчас у нас идет современный стиль. Вот, как бы, от такой проблемы, именно проблемы в качестве музыки непосредственно является бочка-бас. Потому что, как бы, как сказать… Ну, это важный фактор. Да, это важный фактор. И вот я вот, когда я делал треки, я пытался в разных жанрах делать, как бы. Сейчас вот в последнее время даже вот я, мы вот с Ильей вместе, как бы, мы вместе с ним занимаемся. И, как бы, там узнаем какие-то новости, что-то делаем, ну, тоже создаем. Да, и в чем вопрос? Вот именно про сведение… Про сведение бочки и баса. Да, да, да. Я вас услышал. Значит, мы всегда… В чем проблематика сведения? Скрипы. Бывают скрипы такие вот, обычно скрипы. Вот вроде бы, когда звучит трек, просто набросили бочку, бас вроде звучит хорошо. После добавления лимитра, при лимитировании начинается скрип. Масла надо добавить. Не, ну, дело в том, что, может, вы просто перекручиваете просто сильно, скрипеть просто так ничего не должно. Или у вас бочка, например, может, не в тональность того баса, который вы делаете. Мы делаем так. Мы берем бочку в тональность трека. Чаще всего. Если можешь, ну, главную составляющую бочку, тональную, частоту поднять, при аэробат, пункта, либо просто частоту на бочке поднять. Есть таблица, прям можете забить в гугле. Таблица басовых частот. Если у вас даже бочка не в той тональности… Они соотносятся с нотами, соответственно. Да, и тут частоту срезать. Тут частоту либо вырезать, да, или поднять и так далее. Да, все правильно. Тут непосновая математика. И сайчейнер, конечно, если вы хотите. Да, да, да. И тогда, наверное, вот проблем этой не будет. Ну, скорее всего. Но я не знаю, что у вас скрипит там, почему. Вот на самом деле ты говоришь про лимитирование баса и бочки. На самом деле, чем больше ты будешь лимитировать бас с бочкой, тем ты больше низа потеряешь. То есть, как правило, вообще стараются низкие частоты не трогать. Бас с бочкой. Поэтому в твоем случае, я не знаю, какая задача лимитера. Тебе не хватает громкости или чего? Да, громкости на громкости. Ты более слышишь громкость трека не по низам, а вот по средним. Ну, вот по референсу, допустим, я вот референс трек даже вот, ну, допустим, ну, какой-то случай у меня определить. Пожалуйста, я тебя перебью. На каких мониторах ты работаешь? Да нет, подожди, это даже не важно. Нет, к сожалению, я как бы не наступил. Но ты можешь крутить, потому что тебе не хватает на мониторах. Ну да, если ты проверяешь референс именно низких частот, и ты дома сидишь, и у тебя обыкновенная, например, комната, и ты сидишь как-то не очень у тебя удачно, стол расположен, ты можешь сидеть просто, где низкие частоты собираются, где стоит стоячая волна, и ты будешь пытаться хотеть прибавить низы, но у тебя не будет получается, потому что ты даже в референсе неправильно слышишь низкую частоту. Ты попробуй отключись вообще от баса, просто отрежь его, попробуй собрать трек, не используя баса дома. И вот если как бы на телефоне оно у тебя зазвучит, то в принципе с задачей ты справился. Но по сути, вот реально, людям, которые слушают всю музыку, которые не профессионалы, не знают детали, им в большинстве случаев оказывается по барабану. Как там у тебя что, где плавает. Если у тебя кристальность микса остается, если ты в обыкновенном телефоне, либо на ноутбуке, либо на бытовых спикерах, там совсем маленькие слушаешь, у тебя все прекрасно, не гоняйся за этим басом, серьезно. Потому что это в твоих условиях, если не позволяет правильно смотреть частотную картинку в помещении, то это действительно сложно сделать. Проще может пользоваться анализатором. Запусти любой анализатор, сравни, обрежь, как говорится, верхние частоты, средние, с референса, послушай, как звучит низ, послушай в своем, так же сам. Отдельные частоты того трека, да, да, да. Частотку и перенести на свой трек. И перенести на свой. Или пойти на студию, где есть хороший контроль. Это очень важно. И послушать это. Если нет возможности куда-то пойти, то можно это сделать чисто технически сразу. Ты вот слышишь, где можно вырезать у тебя в другом треке, где есть только бас и бочка. И просто применить это здесь, слепок снять и уже в процентовке выяснить, в чем там у тебя проблемы. И он тебе все обрежет так и сделает, как надо. Матч. Я слышал, да. Вот попробуй. Просто ты загружаешь трек, который тебе нравится. Он его считывает. Да. Ты свой примерно уже делаешь примерно с такой, что по нагрузке, вот скажем, если там играет бас, бочка, еще тарелки есть, надо, чтобы у тебя были бас, бочка и тарелки. Чтобы когда будешь сравнивать, не получилось, чтобы там ты сравниваешь тарелки. Энигму, а здесь там джауза. Да, здесь, да. Примерный по стилю трек. Ты вышел, настроил его, да, какой-то нравится трек. Послушай, сравнился своим, тебе этот плагин покажет. Примерно, где у тебя проблемы. Ты можешь не пользоваться этим дальше матчем, чтобы сделать свой микс похожим. Ты можешь посмотреть, скажем, о, у тебя там провал по басу здесь идет. Здесь не хватает 300 часов. Ты смотришь на свой микс дальше уже, начинаешь детально рассматривать. Что больше тебя, например, за низкие составляющие отвечают. Это будет там бас, бочка. Ты их уже конкретно, на них частот. То есть на тарелках, на басах, на клавишах. Тебе не нужно будет делать эти частоты. Если верх они хватает, опять же, ты посмотришь, что у тебя в них, в них все больше все вверх дает. Аблизаторы какие-то, либо это тарелочки какие-то, и ты уже на них поработаешь, и ты уже заметишь, что это будет близко. И еще один момент. Именно с голосом. Вот допустим, именно вот в песне. Именно вопрос, как сделать так, чтобы звук был более таким воздушным голосом, именно голосовая партия голоса. Ну, непосредственно, да, компрессор, конечно, поджимание тоже влияет. Валайзер, конечно, тебе поможет. Но ты же понимаешь, что ты, допустим, на баритоне ты воздуха не получишь. Ну, да, тот же New School возьмем. Вот это даже новая школа рэпа. Просто вот именно воспроизведение, звук сам по качеству. Вот у меня он зажатый. Он немного суховатый и пережатый. Да, нет воздушности такой вот. Но это вокальная партия, она как бы лидирующая идет. Да, да, да. Это как тренд. Ты ее сам записывал. Вокальная, да, было. Ну, окей. Дело в том, что, понимаешь, все начинается от голоса, да, ты хочешь воздух получить. Потом идет микрофон, связка, предусилитель, компрессия. Изначально то, через что ты передаешь. Если у тебя там уже есть проблема, ты можешь туда воздуха напихивать, а его там нет. И ты можешь поднимать частоты, опускать частоты. Этого не будет. Не, ну, у тебя, конечно, проще смотреть конкретный, наверное, пример, когда есть уже вокал, смотреть, что мешает, что там перекомпрессовано, на каком уровне ты повесил компрессор, сразу он у тебя там висит, либо ты прогнал через что-то, потом еще пытался его зажать. Как правило, просто ты подрезаешь аккуратно низ, чтобы там, ну, как бы, не бубнило, ничего. И обыкновенный дейсер обязательно, наверное, нужно повесить. Тоже в зависимости от голоса, хороший, подобрать. Немножко делай, чтобы было обязательно, чуть-чуть, чтобы он как-то в пространстве более находился, не где-то там. Изначально нужно понимать, какой у тебя голос. Это как инструмент. Что ты с ним хочешь сделать? Просто посмотреть бы этот голос, как он звучит, что там не то в нем, понимаешь? Может, у тебя много баса, ты, получается, компрессуешь, у тебя из-за того, что там много баса, тебе получается там, он, лишние частоты поступают на прибор, скажем, компрессор. И он их поджимает. И ты просто лишнюю работу ему делаешь. Попробуй обрежь. Реально попробуй послушать все там 600, например, килогерц. Низ вообще не используй. Посмотри. Если у тебя при этом уже там все как-то перегружено, может, ты его просто записал с перегрузкой большой, вокал. Или попробуй опять тот же матч-экью, только на акапеллу применить. Та, которая тебе нравится и где есть воздух. Если ты говоришь про рэп музыку, то рэп акапеллу миллиард. Вообще любых выражений в сети. И ты можешь спокойненько точно так же взять и применить, и посмотреть, какие у тебя проблемы. Здрасте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот у вас очень успешные работы совместно с Going Deeper. У вас в частности интересует ваша работа Time. Если можно, расскажите, как проходил процесс, за какую часть отвечал именно ваш коллектив в данной работе. И пару слов о выпуске работы. Почему именно на Hexagon, а не на других. Спасибо. Спасибо за вопрос. Мы когда работаем с Going Deep, мы никогда не работаем с ними через интернет. То есть или они к нам приезжают в студию, и мы там, грубо говоря, 3-4 дня практически безвылазно там сидим и работаем все вместе. То есть обычно там вот 5 человек нас, и мы все там какое-то принимаем все участие. То есть один посидел, один устал, другой подошел. Давайте это попробуем, так попробуем, так попробуем. Time, ну где-то, Time, наверное, ну 2 дня, да, на Time. Хотели сделать что-то более такое, знаешь. Вообще идея была, типа вернуться к такому классическому звучанию, как больше Eric Pritz, наверное, или какой-то Deadmau5 в самом начале. Но вышел Time. Но вышел Time, потому что когда ты что-то задумываешь, никогда обычно ничего не получается, а как бы получается так, как получается. Потому что если у тебя есть креативная какая-то нотка в тебе, особенно если не в одном человеке, то, конечно, это смешение там миллиона мнений, то как это должно быть, или как не должно быть. То есть если кто-то из нас там что-то сидел, делал, крутил, например, да, и он что-то мог пропускать, то другой человек мог этот момент ловить и говорить, оставь. И вот так и собралось. Знаешь, у нас с Гуиндипа всегда работа происходит так, как, значит, из Простоквашина они писали письмо домой. Да, да, да. Ну вот это примерно каждый сел, вот пописал, там хвост, усы облезли. Ну я имею в хорошем смысле, да, но чтобы ты понимал, как ты спросил просто про процесс, как это происходило. Там нет каких-то частей, за которые кто-то конкретно, вот один коллектив там делал провис, другой коллектив там делал дроп, нет. Кто-то может уйти, допустим, я не знаю, на полчаса на перерыв, один или два человека, потом вернуться, послушать, что происходило, сказать, а давайте… Да, это давайте так, давайте не так, давайте я сяду, сейчас здесь переделаю. Есть идея, хочу попробовать это продолжить вот так. И никто не останавливает этот момент людей. Процесс идет. Все в пятером. Я помню этот момент, Тимур сидел за штурвалом, как говорится, я сидел рядом, он открыл синтезатор Serum, в нем начали просто экспериментировать, как обычно посылать там, ну не знаю, как переключение, переназначаешь маркеры, можешь там посылать ЛФО, ну короче… Креативный процесс. Экспериментировали, да, получилось вот такой вот, ну не знаю, как охарактеризовать этот звук, который вот ЛФОшный. Ну и все, все стало понятно, что будем строить… Ну дальше уже мелодии и так далее. А вокал Чай Тимура? А нет, вокал это из банка, откуда-то мы на сплайсе нашли. А нет, не на сплайсе, мы нашли его на битпорте. На битпорте есть, битпорт саундс, мы там нашли вокал под это. Поэтому… А хексагон, ну не знаю, просто… Дон Диабло много поддерживает нашего материала. Дон у нас до этого трек выходил. И до этого у нас выходил трек на хексагоне. Мы решили, почему бы и не хексагон еще раз. Вы помимо хексагона его до хексагона… Нет, мы показали сразу Дону. Дон что-то там где-то ездил, неделю он думал и потом сказал, что да, давайте его спускать. Мы никому больше его и не показывали. С этим треком история была, да, с первого раза. Да, не всегда так бывает. Спасибо. Пожалуйста. Ребят, привет. Меня зовут Алексей. Привет, привет. Вот, очень приятно вас здесь видеть. Спасибо. Очень полезную информацию ребятам доводите. И у меня такой вопрос. Я хотел немного вернуться к тому вопросу, который уже сегодня затрагивали по поводу менеджмента. В какой момент артист должен для себя понять… Ну, понятно, что он должен выполнить определенный объем домашней работы. То есть у него должны быть уже какие-то определенные релизы, поддержки, социальные сети. То есть он должен сам заниматься, пытаться свой проект развить. И в какой момент либо этот человек сам придет, он тебя найдет, либо ты должен каким-то образом понять, что, так, пожалуй, чтобы расти дальше, нам нужен менеджер. Где его искать? И как это все происходит? Или нужно продолжать просто дальше работать, самим ковыряться, пытаться развиваться и заниматься всеми вопросами самому? Или пора уже переходить на новый уровень и искать какого-то человека, который будет помогать? Первый вариант более продуктивный, нежели ты будешь сидеть, ковыряться и ждать, пока тебя найдут. Ну, повезет, значит, повезет. Нет, бывает по-разному. История знает миллиард примеров, как было и как может быть. Мне кажется, тебе менеджер нужен тогда, когда ты перестаешь справляться сам. То есть ты уже настолько погряз во всех делах вообще, в которых, может, даже и не понимаешь чего-то, но у тебя есть крутой продукт. Ты уже, например, поехал на гастроли, что-то еще. То есть ты уже как артист и начинаешь двигаться. То есть по стандартному пути электронного артиста. То есть ты пишешь музыку, издаешь, тебя поддерживают, начинают куда-то приглашать. Сначала какие-то маленькие гастроли, потом побольше. Он или найдется в этот момент сам, в этой связи как раз таки с кем-нибудь познакомишься, или специально поедешь на ADE, назначишь встречи каким-то людям. Например, у тебя есть кто-то из менеджеров, там есть какой-то вот прям человек, которого ты реально уважаешь, знаешь, и знаешь, с кем он работает и так далее. То есть тут какой-то вот такой панацеи, и одного какого-то выхода из этой ситуации нет. У нас получилось так, что мы познакомились с будущим менеджером прямо на ADE, потому что у нас уже был материал, какие-то релизы, вот как ты правильно сказал. Мы уже ездили на гастроли мы давно, просто для нас западный рынок был еще не таким открытым. То есть мы ездили на гастроли в России. У нас было очень много гастролей в России, то есть достаточное количество. Но на Западе, несмотря на то, что нас поддерживали, нас знали, наши треки игрались, наши треки издавались, ни одной гастроли на Западе не было. И это, наверное, для нас послужило некоторым таким триггером, который что-то нужно сделать там. Сами мы этого сделать не сможем. Значит, нам нужен человек. И мы реально сели, когда поехали на второй ADE. Десятый или девятый год, неважно. Там есть такая возможность, когда ты регистрируешься на ADE, тебе дают доступ к контактам людей, и ты можешь их фильтрами отсеивать, допустим, менеджмент, букинг. И мы реально сели и назначили встречи через вот этот фильтр. И познакомились с человеком, который в итоге оказался и букером, и менеджментом он занимался. И вот мы через какое-то время с ним стали сотрудничать. Я думаю, пока ты не начинаешь какую-то гастрольную деятельность, либо пока ты не начинаешь какие-то условия свои диктовать кому-либо. Потому что не очень красиво, когда артист, скажем, обращается напрямую, например, к промоутеру, говорит, слушай, возьми меня, я там хочу у тебя поиграть. Но это немножко, не знаю. Но мы с этой кухней на тот момент уже познакомились. С этой точки зрения, конечно, в этот момент и нужен менеджер, чтобы именно кто-то выбивал условия не ты сам, либо кому-то отказывал, либо какой-то отрицательный, а брал на вину себя какой-то другой человек. Даже если у тебя нет менеджера, ты можешь просто написать, что у тебя он типа есть, оставь другой контакт, чтобы если ты хочешь там напроситься к кому-то или чтобы, ну, не знаю, какие-то условия обсудить, чтобы не выглядело, что сам артист там что-то, не дай бог, кому-то не так сказал. Потому что все-таки, если удар на себя примет менеджер, это удар менеджера. Знаешь, это не абсолютно… Твое лицо при этом не страдает. Да, 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 да. Вот это очень важно. Артист всегда хороший, менеджер может быть и плохим полицейским. Я понял, я услышал вас. И вот тогда получается вопрос мой более, если вот опуститься, да, более детально. Каким образом, ну, начинающему молодому музыканту при определенной, опять-таки, повторюсь, проделанной работе, самостоятельной, как ему попасть на какие-то мероприятия? То есть я думаю, этот вопрос интересует многих. И многие там пытались найти какие-то контакты, каких-то волшебных людей, там возьмите нас, мы там у вас поиграем где-нибудь на разогреве или там бесплатно. Или может быть там кто-то даже возможно за эти деньги платит, чтобы где-то поиграть, чтобы засветиться, чтобы какое-то портфолио себе составить в дальнейшем. То есть каким образом попасть? И вот для этого нужен менеджер? Для этого, наверное, какой-то нужен человек? Для этого тоже нужен менеджер. Ну, понимаешь, что же опять же нет такого какого-то общего, да, потому что у каждого получается по-разному. Но если ты будешь стучаться во все двери, которые тебе интересны, то куда-нибудь все-таки там откроют, понимаешь? Если ты видишь, проходит фестиваль какой-то где-то, пиши туда, говори там, я издавался там-то, я там то-то умею, я-то то-то делаю, у меня такие-то планы, я тот-то, тот-то. У меня там, ну, все, что ты можешь о себе рассказать, надо и рассказывать, чтобы чем-то заинтересовать там того же промоутера фестиваля или там небольшой вечеринки, или там, это абсолютно не важно. То есть всем с чего-то надо начинать. Всем надо набивать скилл и там, и работы с аудиторией, и там любого. Конечно, менеджер в этом плане это идеальное лицо, которое делает все это за тебя. Но прежде чем у тебя появится все-таки менеджер, у тебя должны быть свои заслуги какие-то. Да, да. Вот я хотел сказать, тебе обязательно нужно задуматься о материале. Есть ли у тебя действительно тот продукт, знают ли тебя люди. Потому что, когда у тебя есть что-то, кому что предложить, тогда, да, если человек-промоутер смотришь, у тебя там 50 релизов, и статистика у них там будет здоров показывать, что там много скачиваний, конечно, тебя и сами найдут. Если, конечно же, ничего нет, что как тогда попытаться реально привлечь промоутера, чтобы кто-то тебе поставил, что ты что-то будешь делать, я не знаю. Либо что-то должна быть какая-то фишка выступлений, просто, да, либо действительно нужен материал. Если у самого не получается материал, именно ты выпускаешь строки, вроде он хорош, да, но ничего не идет. Надо попробовать коллаборировать с кем-то. Надо поискать там крупные имена какие-то, попробовать. Или хотя бы не крупные, но хоть у кого-то когда есть уже какой-то опыт. Да, да, да. Потому что если просто стоишь на одном месте, пытаешься делать, да, не идет, просто смени вектор, попробуй что-то другое, попробуй через другие ворота заходить. Спасибо, спасибо большое. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я, ну, во-первых, благодарю от всей души, потому что вы являетесь авторами моей любимой песни Day by Day. Спасибо. Спасибо. Действует она лучше всякого кофе и дает мне силы, в общем-то, идти вперед. День от дня. День за днем. День за днем. За днем, за днем, за днем, да, да, да. Вот, мне очень нравится и спасибо большое. Вот. Мне очень нравится клип. Это ваш единственный клип, в котором вы снимались? Или... С ЛП? Вообще. Нет. На YouTube есть. В смысле, вообще наш единственный ли клип, ну, то есть... Ну, я хочу увидеть... Нет, нет, просто нет, клипов очень много, я просто вопрос пытаюсь понять. Да, вот самый популярный ваш клип, это вот этот Day by Day. Ну, наверное, не знаю. Мы статистику сейчас снимаем. Не могу сказать статистику. Много просмотров, очень я смотрела, вот. И он имеет большую аудиторию. Безусловно. Вам нравится снимать этот клип? Да, мы очень... Вы можете зайти на YouTube, набрать свой анкетюз и выдаст вам, ну, я думаю, из десяток точно разных клипов наших. Именно клипов. Да, да. Еще, значит, мой вопрос такой. Я пришла сюда, чтобы, ну, встретиться, например, с вами. Ну, я с вами неоднократно уже встречалась на концертах ваших. Я стараюсь следить. И была недавно в парке Горького, была и на концерте LP, и на Ласточку, вот я собираюсь уже идти. Вот. Потом еще вопрос вам в связи с этим задам. Вот. Значит, что я хотела спросить. У меня дочь заканчивает сейчас училище, она будущая певица. Вот. Ей очень нравятся вот эти дисциплины, очень нравилась информатика музыкальная, то есть вот это все смешивать, вот это все делать. Вообще, как вы думаете, у диджей-музыканта женское лицо? И много ли девушек-диджеев вы встречали? Много. Очень много, да. И здорово это получается у них. Вообще, это очень важно. Вообще, мне кажется, у этой профессии, если можно так назвать, нет пола. То есть, если ты талантливый человек, то неважно, какого ты пола абсолютно. И зачастую, кстати, девушки, даже плюс, что она, ну, то есть наоборот, что диджей-девушка, потому что это все же все равно такое, как бы, ну, другое, что ли, отношение, наверное, я не знаю, как объяснить, чтобы как-то неправильно вам не донести это. Осторожней. Ну, конечно, девушка всегда привлекает больше внимания общества. Любая, всю жизнь. Ну, правильно же ведь, да, и так далее. Поэтому, конечно, девушка-диджей, это, и даже проще, может быть, добиться девушки-диджея без своего какого-то продукта, скажем, в виде треков и в виде песен, неважно, как вы это назовете. Просто даже диджеить и выйти ей на рынок, скажем так, с каким-то вот шоу своим, да, с вами выступлением, ей, конечно, будет легче. Особенно в Азии. Кстати, да. Вот, например, это правда, да, то есть как бы никто не будет этого скрывать. Но это не таит себе опасности, потому что это ночная жизнь, это клубы, и вдруг вот такая длинновочка за пультом. Понимаете, если вы не обнажаете тело, то, наверное, опасности в этом не таит никакой, потому что много есть топли с диджеем, которые раздеваются при всем при этом. Но ведь мы им есть что показать. Да. Тут каждый выбирает для себя то, что он может делать, на что он идет, ради чего он хочет идти. Мы сейчас немножко углубляемся чуть-чуть, ну вот в такие материи. Нет, я просто, нет, я пытаюсь показать всю, скажи. Если ты выбрал себе стезю диджея, ты все равно должен понимать, что с ритмом нормального человека нужно забыть, нужно распрощаться. Потому что у каждой профессии есть свои особенности. Это минусы, это издержки диджеинга, потому что тебе постоянно надо летать. Тебе нужно писать музыку. Она громкая. Ты находишься, где люди как бы в таком эпицентре прям движения всегда. Это выматывает. Это достаточно много сил у тебя забирает. Поэтому нужно понимать. Пока ты молодой, ты можешь себе позволить. Это ты мужчина, либо женщина, это любого коснется. Ну это да, профессия артиста. А скажите, учиться именно на вашу профессию, как долго нужно осваивать вот именно эту технику. Я думаю, что техника диджеинга это просто инструмент формы выступления. Потому что, например, для нас, для меня так точно. Изначально мы стараемся сделать какой-то материал, понравится людям музыкой, чтобы они захотели прийти на твой концерт. А дальше форма выступления у каждого разная. Например, если классический диджей, да, у тебя вертушки, ты играешь. Мы изначально ездили, мы играли живой концерт. У нас были там, стояли синтезаторы, микрофоны, мы пели. Это просто обыкновенная форма выступления. Можно же не играть ни с пультом, можно поставить лэптоп. Ну кучу сейчас в нынешнее время. Все варьируется. Нет. Овладеть этим совсем не сложно. Мне кажется, это как… Ну то есть так же, как у… Самый простой, все будет круто и спокойно, это не сложно. Спасибо. Но этому желательно, как бы человеку, который там занялся вокалом, только исключительно, да? Да это вообще можно. Пройти это нужно. Если он хочет, тут же от желания зависит. Если у него есть желание, пусть, конечно, занимается, если у него нет желания, он хочет только исполнять песни и придумывать даже их, например, то, конечно, это значит его дорога. А если он хочет во время своего диджи-сета еще и петь, например, что тоже есть такое, да? Или там играть на скрипке или что угодно делать, то это все существует. Поэтому здесь нет границ, здесь можно только делать то, чтобы тебя публика полюбила, если ты делаешь что-то уникальное, да? Или делаешь или музыку уникальную, или у тебя выступление какое-то уникальное. Нет границ. Спасибо. Спасибо. Из вас, кстати, получится неплохой менеджер. Спасибо. Да, ребят, такой вопрос именно по лейблам, да? То есть если вот артист, у него есть продукт, как происходит работа именно с западными лейблами, да? То есть условно тебя готовы подписать. Вы юриста профессионального привлекали по условиям контракта, да? В зависимости, то есть, что лейбл идет, то есть какие он обязательства берет, да? То есть какие вы на себя и так далее. Как лейбл там поддержку делал? Подписывались ли вы контракт на несколько треков на один лейбл? То есть как это технически происходит? Это первый вопрос. Второй вопрос. В обязательном ли порядке надо трек отправлять с вокалом, естественно, профессиональным английским? Либо же лейблы могут трек просмотреть, им понравится и докрутить уже вокал? То есть совместная работа. Ну давайте начнем с первого вопроса. Мы это все прошли. Все мы это проходили, все, что вы сказали, да. И работа довольно простая. Если лейбл понравился трек, они, значит, запрашивают какие-то у вас материалы, там лейбл копии, вы вписываете там свои данные, все, что им необходимо. У каждого лейбла там бывают разные. Ну, варьируется примерно все одно и то же. Потом вам присылается контракт. Который вы внимательно читаете. Не можете его сами перевести и понять, что там есть. Идете к профессиональному переводчику и желательно к юристу. Это не стоит огромных денег. Но эти вложения, конечно, себя обезопасят. У нас были контракты в жизни, которые были подписаны, не знаю, 15 лет назад, которыми мы как бы не сейчас бы мы такой контракт никогда не подписали. Но не потому, мы, скажем так, мы их подписывали не потому, что мы не хотели подписывать. Нам поступало предложение, мы его все вместе оценивали там условно. Ребят, вот вам надо сделать 10 ремиксов. Готовы? Сумма такая-то и такая-то. Это контракт действует год. Поехали? Поехали. Ну, мы. Ну, то есть, да. Лучше, конечно, не делать ошибок. Учиться на ошибках других. Поэтому желательно лучше, конечно, контракты читать и знать, что ты подписываешь. Но это где угодно важно. Ребята, такой вопрос. Некоторые лейблы просто выпускают, некоторые они профессионально продвигают. То есть, какие вот вы лейблы, спиннинг, армады посоветовали, которые именно не просто релизы выпускают, они его поддержат на разных площадках. Ну, то есть, они занимаются релизом, а не просто выкидывают его, как в обойме релизов. И, соответственно, и будь что будет с этим треком. Давайте так. Во-первых, спиннинг. Начнем с того, например, спиннинг. Никогда нет такого, что он не занимается треком. Такого не бывает вообще. Потому что они же сами прежде всего заинтересованы в том продукте, который они выпускают. Например, спиннинг изначально, сейчас в последнее время делают всегда так, что вот они присылают, все, вы подписали, например, они вас спрашивают, готовы вы из будущих ройлти потратить, например, 500 или 1000 или 700 евро в зависимости от трека на свое будущее промо? То есть вы говорите, вы готовы, например, тогда промо идет активно совсем. Если вы не готовы это делать, тогда не будет рекламы там контекстной, YouTube, там еще что-то и так далее. Значит, помимо этого, конечно, спиннинг делает огромнейшую диджейскую рассылку, но как титаническую в плане того, что она нужным людям делается. Поддержание трека. Да, чтобы трек сыграл в радиошоу. И радийщикам. И радийщикам еще, да. Помимо этого, если у трека есть, конечно, какой-то радиопотенциал, и они его, например, там видят. То есть все это доставляется просто нужным людям на нужные имейлы, и они знают, что будет реакция на это. Поэтому спиннинг и армада, кстати, тоже. Что сейчас еще появилось? Что очень важно, чтобы лейбл занимался постановкой ваших треков в плейлисты на Spotify. Даже если с учетом того, что у нас в России Spotify нет, но вы издаетесь на западном лейбле, это очень важный фактор. Это ваши же будущие деньги. Это и прослушивание, и популярность. Это комплекс такой целый. Поэтому спиннинг и армада, они все занимаются максимально, пытаются найти новые какие-то знакомства и так далее, чтобы треки, которые они подписывают, вставали в плейлисты, которые там по 5 миллионов, по 4 миллиона подписчиков и так далее. Где, соответственно, трек ваш будет сразу донесен огромному количеству людей. И если он хороший, по мнению людей этих, которые слушают музыку, то, конечно, у вас будут большие цифры, и, соответственно, вы будете получать деньги. Ну и, безусловно, все зависит изначально от материала. Да, естественно, то, что подписывается и выпускается, ну, не будем лукавить, оно делится на какие-то категории. Трек обычный, трек получше, трек хит. И прежде чем его выпустить, если это хит, тебе предложат некоторый комплекс мероприятий, не только за 700 евро, а что можно с ним делать. Это стандартно. Ну да, это условно, но вы же понимаете, что есть вот лейбл, а есть материал. Сейчас просто я хочу еще дополнить, что в нынешнее время, конечно, музыкального продукта гораздо больше выпускается. Скажем, 5 лет, 10 назад не так много поступало даже в тех же самых треках любому индару из лейблов. Сейчас просто громадное количество треков поступает, и тоже надеется, что лейбл сразу вбухает там какую-то громадную сумму денег, и начнет… Такого не бывает. Все начинают как работать? По чуть-чуть. Ну, если ты согласился о своем роялти немножко отдать денег, тебе, ну, как бы, сделают чуть-чуть больше промо, нежели чем обычно регулярные. Но это делается, чтобы просто посмотреть реакцию. Если она будет лучше, если трек действительно будет иметь хорошие там показатели, там, на битпорте, на спотифай, на каких-то других платформах, где он будет продаваться, они, все вендарщики, все смотрят это. Если они видят, что идет, они еще подкинут, они поставят другой плейлист с большим охватом. И это все по чуть-чуть, по чуть-чуть, как снежный ком, постепенно трек раскрутится. Но если на начальном этапе интереса к треку нет, то никто, не стоит ждать, что кто-то там что-то сделает. По поводу, можно ли отправить лейблу демку с каким-то непонятным вокалом, да, Мо, и сказать, что мне нужен вокал? В чем вопрос, да, тогда проблематику не можно. Можно отправить инструментальный трек, или ты имеешь в виду, я сделал трек. Допиливать это все, и, соответственно… Если вы хотите, себе трек с вокалом допиливать. Если, понимаете, есть тоже разный подход. Есть лейблы, которые сами ищут что-то, а есть лейблы, которые ничего не ищут сами. Да? И тут же есть, опять же, смотря какие яндары. Если яндару понравился трек ваш инструментальный, он чувствует, что в нем должен быть вокал, но ему так нравится инструментал, конечно, он вам поможет найти вокал. Все это как бы… Лучше, соответственно, 100% уже с вокалом, естественно. Ковырят… Понятно. Уже готовый продукт, да. Все, понятно. Спасибо. Не, ну да, ну как бы меньше-меньше работы. Индустрия. Ну и да, это бизнес. Еще вот по поводу материала. Чем больше вы будете выпускать треков, и они будут находить своего слушателя, будет больше там показывать какую-то статистику. К вам же обратятся потом наверняка паблишеры. Компании, которые занимаются именно продвижением музыкального материала, и которые впоследствии будут предлагать те же самые вокалы. Вот как вот у нас сложилась история. Мы много выпустили треков. Примерно 2011-2010 год, не помню. И нам буквально сразу же там на какой-то конференции обратились люди, не хотите ли вы подписаться на паблишер. Потому что она обычно, когда ты написал один трек, да, отправил тому же спиннин, он тебе предлагает разово сделать на этот трек паблишер какой-то компании отдать. Но если лейбл будет видеть, что у вас много продукта идет, постоянно поступает. Есть потенциал. И материал, да, интересный, потенциал есть. Они тут же передадут контакт, вас найдут, какая-то паблишер компания. Давайте так, ну, да, есть две вещи, с которых вы зарабатываете деньги. Вы издаете трек на лейбле, он собирает деньги со всех, потому что мы покупаем эту музыку. А есть еще мы, которые слушаем эти песни условно на радио, или в рекламе, или на телевизоре, или еще где-то там, или в магазине и так далее. И вот приходит тут паблишер и говорит, так, это моя часть, отдайте мне ее тоже. Потому что у вас есть авторство этого трека, потому что вы автор, и сбор авторских никто не отменял. Да, плюс паблишер предоставляет тебе услуги. Чтобы ты больше авторских этих собирал. Да, то есть они тебе могут предложить вокал. Но так сложилась индустрия, что паблишинг, они предоставляют вокалистов, потому что они этих же и вокалистов и подписывают. Они у них на паблишинге, они тебе дают вокалы от них. Плюс паблишинг может дать тебе аванс на развитие своего бизнеса, своего артистического профайла. Куда ты потратишь эти деньги, это твое. Сейчас же новая тема организована в writing camp. Я собираю всех подписанных на паблишинге, они начинают вместе писать песни и музыку. То есть предоставляется автор, ты с ним сидишь целый день, полдня сессии, а ты с ним пишешь. Песня получилась прекрасно, следующий, все. И вот так вот по такому конвейеру как бы это идет. То есть если ты подписан куда-то с артистическим контрактом, то, ну, если сказать, я там подписан условно там на компанию такую-то, да, на большую я имею в виду, как артист, то наверняка с какой-то большой долей вероятности я могу сказать, что и паблишинг у этого артиста будет там же. Потому что это некоторый комплекс, в котором он находится и работает. издает, и там же как бы собираются права, все отчисления. Тут не хочется складывать все яйца в одну корзину, но здесь она как бы необходима. Ну и таких примеров масса. Можно? Привет, ребят. Очень приятно, что вы приехали сегодня. Для меня на самом деле достаточно важное событие. Я долго пытался выйти на контакт. Я объясню, почему. Меня зовут Георгий. Я, собственно, сам продюсер. Я очень много работал на студии и работаю со многими продюсерами. И с Купцовым, и с Юрием Стрельцовым. В общем, все подсказали выйти на вас и познакомиться лично. Но они давали контакты. Я решил, что будет интереснее, если я лично к вам приду. К вопросу, к вашему вопросу. Вот как работает это. Да, то, что люди видят. То есть общаться. То есть находить единомышленников постоянно. Если нет менеджера. Если нет менеджера, да. Да, да, да. Но я имею в виду, что для этого и надо общение. В общем, получилось так, что я в основном делал материал для кого-то. И в какой-то момент решил с ноги… Ну, я понял, что я не готов так долго писать музыку для кого-то. И я принципиально сейчас не делаю продукт, который нацелен только на российский рынок. То есть это музыка EDM, Deep House и так далее, так далее. В общем, получилось так, что у меня первая песня, которая вышла, там исполнители были из Лос-Анджелеса, вокалисты. И она сразу попала на лейбл в Германии, где там лейбл Робина Шульца. В общем, там и Дэвид Гетто издавался. Вот. И сейчас получилось так, что у меня первый вопрос. Значит, появилась песня, которую мне вот несколько ребят направили с вами переговорить, возможно ли как-то после там мероприятия показать вам материал. Возможно, вам будет интересно, вы будете готовы как-то помочь, подсказать или даже поучаствовать. Возможно. Эта песня. Получилось так, что до того, как мне посоветовали вам, я ее отправил уже на Revealed Recording. Они на второй день ответили, сказали, что уже отправили на стол боссу. То есть сразу трек перешел во второй раунд. Также мне дали контакты с Пиннина напрямую. Но я не отправил, потому что я не переговорил с вами напрямую. Поэтому я никуда не тороплюсь. Вот. И, значит, вопрос второй. Как понять… Вот мне бывает, я работаю не один, например, с другом, со Стасом. У нас есть еще фанковый поп-проект. У нас бывает такая, значит, общая дискуссия, как, когда закончить трек. Как понять, когда, собственно говоря, остановиться. Бывает такое, что мы делаем мастер 10 раз через аналог, прогоняем через весь эквипмент. И все равно в какой-то момент… Подожди, мы сейчас о мастеринге говорим. О сведении или… Именно сам процесс. О креативе. Наверное, нет. Сочинение. Креативность, нет. Когда уже аранжировка полностью готова, как понять, когда достигнут определенный уровень звука, который, скажем так, люди не смогут придраться. То есть, например, я говорю, песня уже звучит, она производит то впечатление, которое она должна производить людям, которые могут полностью разобраться в тексте, вообще во всем. И тот предел, когда она будет конкурировать по звуку, например, с тем же самым EDX или еще… То есть, когда уже предельный уровень сведения и мастеринга, когда это действительно все через стэм прогнаны и так далее, и так далее. Как остановиться? В твоем вопросе есть ответ. Да. Чтобы она звучала так, как у EDX. Если тебе нравится, как звучит трек EDX, и он у тебя звучит… Как у EDX? Как у EDX, то значит, ты закончил. Можешь ему написать «Привет, Маурица, мой трек звучит так же, как у тебя. Я крутой». Ну, конечно, он не должен быть там копией или что-то там, какие-то элементы там… Мы понимаем, да, в чем разница. Нет, но имеется звучание именно. Вот все. В этот момент ты остановишься. Да, да, можешь остановиться. Ну, то есть, если, в принципе, я понимаю, что… Хорошо, лучший враг хорошего. Ну, да, да, да. То есть, текеры… Лучше начать новую композицию писать. Да, да, да. И послушать ее завтра. Два месяца одну. Да. Конечно, да, на самом деле лучше всего это оценить, как ты сделал свою работу, дать ей отдохнуть, полежать и вернуться к ней там через какое-то время. Если ты будешь сегодня же сделал и сегодня же вечером пытаться принять решение, круто я сделал или нет, это довольно-таки сомнительно. Правильность твоего суждения будет. Он должен отстояться, понимаешь? Ты пришел, послушал с другими, послушал на разных устройствах, послушал в машине, все. Если он звучит тебе, ну, я имею в виду тебе, продюсеру, уже, ну, если ты человек разбирающийся, как что делать, если тебе звучит примерно так же, как ты хотел, чей речи… Давай не так, ты же писал музыку для других людей. А как ты останавливался там? У нас какой-то вообще кружок психологии. Во-первых, нет, есть определенный дедлайн, потому что, когда, например, работал с Лободой, с Нюшей, они просто говорили, что вот в пятницу ты должен выслать финальный нам, собственно, мастер. Я тогда останавливал… Нет, нет, я делал сведения, потом в итоге там, например, они отправляли на стэм-мастеринг, то есть там инлайн-мастеринг в Голландии или еще что-то. Да, финальное. Но сильно они отличались по звучанию инструменталки? Когда стэм сильно. Если это просто вавка, закинутая через эквипмент прогон, ну, как бы, да, круто, но когда стэм, это вообще другой уровень. То есть они подсводили это еще? Ну, вот сейчас так получилось, что на студии у нас появилось вообще все оборудование, которое там, собственно, позволяет… Значит, ты скоро остановишься. Не трать на это много времени. Просто заниматься больше музыкой. Вот и все. Да, я тебе говорю, сделай простой тест. Качеством никого не уделишь, правильно? То есть все-таки музыка, хит, именно мелодия, именно гармония. Качество тоже, понимаешь, спросить 10 лет назад людей, было качество разное все. Сейчас, в принципе, по большому счету, ну, если, ну, конечно, кто кому-то это просто очень нравится. Вот кто-то у кого-то душа лежит, докручивать 0.3, 0.5, 0.2, вот сидеть вот это 3 часа… Найди такого человека и не мешай ему. Да. Ну, не занимайся этим сам, не надо. Иди пиши другой трек. Если у тебя душа к этому не лежит, то не надо себя насиловать. То есть ты должен, да, в процессе получать удовольствие, да, и от всего от этого удовольствия надо получать, чтобы креативить дальше. Поэтому, мне кажется, если ты уже добился каких-то результатов, то ты понимаешь, что звучит, и тебе отвечают лейблы, ну, поверь мне, лейблы, ну, если что-то не так, они заинтересованы в твоем треке, они тебе предложат тоже самое мастер. Потому что спиннинг точно так же каждый раз предлагает мастер. Как не предлагать можно… Но у них другие цели. Ну, то есть это очень такая вещь… Ну, да. Сделал трек, отвлекся, начни другое делать. Если что-то не так, вернешься к нему. Это же не проблема. Сделай мастер на стороне. Посмотри, устраивает ли тебе результат этот. Сравнивай. Не только с EDX. Makes sense. Тоже неплохо, видишь. Ты нашел людей, которые могут что-то для тебя делать. А зачем тебе тогда вообще заморачиваться над этим? Ну, потому что иногда они делают наскорую. Скажем так, из пяти треков они только два… Так, окей. Важен результат. Занимайся этим сам. Но не это. Да, не забивай себе голову. Если у тебя тем более есть успехи, не забивай себе голову. А теперь есть и оборудование. Да, не забивай себе голову абсолютно вещами, которые делают тебе только дискомфорт. Нет, безусловно, ты в процессе научишься. Это хорошо. Ты можешь, ну, вот, помучиться, помучиться какое-то время. Ну, умею останавливаться. Да, конечно. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Вы молодцы. Вы, наверное, первые, кто за границу зашел. Ну, тоже не первые мы, наверное. Был еще Сергей Пименов. Еще и Сергей Пименов был в 2002 году с ППК и Resurrection. Так что мы не первые. Мы не претендуем на регалии. Спасибо вам. У меня такой вопрос. Например, есть трек. Но он, ну, ты не считаешь, что он пойдет ни на спиннин, ни на армаду. Он такой, вроде как электронно-танцевальный, но как анекдот. Как анекдот? Ну, типа того, да. Какой анекдот? Хороший? Хороший, хороший. Вот. И у тебя нет желания с лейблами общаться. Вопрос такой. Как мне самому залицензировать и авторский получить, чтобы он просто не висел в контакте и был ничей? Тебе его надо издать на своем собственном лейбле. Для этого тебе нужно пойти и сделать собственный лейбл заключить. Это несложно заключить договор с агрегатором, который будет распространять твои треки. Российское авторское общество никто не отменял. Подожди. Далее. Подожди, я не закончил. Заключить договор с агрегатором, который, ну, дистрибьютор по-русски, который будет выкладывать твою музыку там-то, 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 там-то и там-то, да? На все площадки, которые ты знаешь. Подождать, пока он продастся, получить отчет через полгода. И вот ты получишь свои деньги. Хочешь авторские получать, окей, без проблем, заключи договор с РАО. Тогда твою музыку никто не украдет. Да, приди к ним через полгода и скажи, ну что, по моему треку есть какой-то. Отчет, они скажут, да, есть, вот один рубль, он ваш, пожалуйста, спасибо. Ну, технически это работает именно так. Ну, да. А если товарного знака нет? Сходи, зарегистрируй свой товарный знак. Ну, товарный знак тоже. Это немножко сложнее. Его, во-первых, зарегистрировать около года. Подаешь заявку, через год примерно получаешь товарный знак. Тебе это не мешает работать, как музыкант. Слушай, ну, мы, во-первых, я тебе могу сказать так, что с Венки Тюнс зарегистрировали товарный знак намного позже, чем там… Наверное, так где-то. То есть мы вообще долгое время работали без него и ничего, в принципе, плохого не произошло. То есть у вас не было даже, по сути, документальной имени. Получается, что да. Для чего? Например, как ты… Понимаешь, это оспорить всегда можно. Да, потому что ты первый начал, у тебя есть все музыкальные материалы, у тебя есть проект, у тебя есть стемсы. Ты можешь сам скинуть стемсы себе на диск, послать сам себе его по почте, вот твое все. И вот тебе доказательство. Вот тебе доказательство, что ты написал этот трек раньше всех остальных и все авторство принадлежит тебе. Не скрывай конвертер. Да. Вложи в него флешечку, отправь сам себе. Да. Штампом. Что это ты, да, и все, ты докажешь это. Если у тебя даже проект есть на компьютере, это уже доказательство того, что это… Это уже доказательство, конечно. Дата. Кто первый? Поэтому нужно… Ты же не можешь доказать, что у тебя был тогда? Не, ну дата есть там на нем тоже, но… Ну нужно просто, ну как-то к дате привязать. Самое простое считалось всегда позже. Почтой, да. На флешку скинул проект, то, что есть касается к этому материалу, который ты хочешь обезопасить, ты его придумал раньше кого-либо. Отправил себе, открывай конвертный, где-нибудь. Богдан Цитомир когда-то, знаешь, Богдан Цитомир когда-то пел «Не думай ни о чем, что может кончиться плохо». Эй, приятель, посмотри на меня, делай как я. Спасибо, спасибо. Все оказалось проще. Да, это тоже важно. Ты молодец, что ты озадачил с этим вопросом, потому что, ну, это правильно. Потому что воруют же все остальное. И в музыкальной сфере, где угодно, поэтому… Мы тоже это видели на своем творчестве, воровали, переиздавали. Но это все быстро заканчивалось. Нет, на самом деле неважно. Следующий вопрос. Еще один вопрос по поводу вокала. Была ли у вас такая ситуация, что вы берете из общедоступного источника вокальную партию, уже выпускаете, то есть известна дата релиза, и от какого-то именитого продюсера ранее вашего релиза выходит трек с этой же вокальной партии? Как вообще решаются такие вопросы? Или это просто нужно понять, что не фартануло? И как это мониторится? Нет, ничего противозаконного нет ни у того человека, у кого есть та же самая капелла, ни у тебя. Дело просто, круто ли выпускать то же самое, если кто-то выпустил. Тем более там круче имя или продукты. То есть релиз снимается, да? У нас было, когда мы выпускали треки, у нас одна и та же акапелла, как у кого-либо использовалась. Обычно сэмплы короткие, но могу тебе сказать прикольную историю, что вот, например, у нас недавно вышел трек You Got Me Burning. Там такие же слова, как и в новом треке Фишера You Little Beauty. Трек мы закончили примерно, наверное, где-то в ноябре прошлого года. В январе подписали на спине на хистерию. Релиз у нас вышел 29 апреля этого года. А у Фишера он вышел 10 мая. Но только у него оригинальная акапелла, Лаветте Холливой, Love Sensation. А у нас из Сплайса. Порезанная. Да, и музыка-то совершенно разная. Но вот этот, то есть у нас там просто You Got Me Burning, а у него еще там некоторые фразы добавлены. Но мы взяли из Сплайса, а он взял оригинал и договаривался с Лаветте, с Кевином Фишером и так далее. Там много людей. А чего вы так все запариваетесь по поводу акапелл? Ну, это же как сэмпл, который ты используешь, и который прозвучал уже и был, условно говоря, использован миллионами музыкантов. Ты заходишь на whosample.com и смотришь, ну ты же делаешь трек. Ну, случилось. Ну, относись к этому спокойнее. Хочешь предостеречься? Поша, займ, посмотри, подумай. Стоит ли тебе с ним делать? Тут кажется, просто да. Мы, например, не знали, что у Фишера есть такой трек, и он у него тоже примерно в то же время и существовал, как наш. То, что мы за Фишером как-то, я не знаю, я не следил за ним до поры до времени, пока это не произошло. То есть вроде как ситуация странная, но нам никто ничего не предъявлял и никто никаких там… И точно так же, как и Фишера, нас точно так же поддержали с этим треком и Дэвид Гетто, и Хардвелл, и так далее, и тому прочее, понимаешь? Но голову пеплом мы не посыпали. Да, то есть тут… Ну, так случается. Ну, в любом случае, когда ты берешь сэмпл с какого-то либо банка, ты должен для себя понимать, что вероятность того, что кто-то воспользуется этим сэмплом, очень большая. Тут мы для себя руководствуемся так. Вышел новый банк. Надо сразу, если хочешь, бери сейчас, не жди, пока он пролежит, когда все возьмут. Просто своевременно. Что-то новое вышло, дернул, потому что всегда проходит время, ты замечаешь, а вот кто-то выпустил на той же акапелле, которую ты выпускал. Вот и все. Тут главное побыстрее. Раньше сейчас есть сплайс, до этого были пластинки. Те же самые сэмплы резались отбуды. Там всякие дип-банки на дисках и так далее. В принципе, то же самое все, просто более общедоступно. И, конечно, сэмплов стало намного-намного больше. Хорошо, что драм-машинка Roland TR-909 никого не смущает в техномузыке. Все делают на ней, не парятся. Ну, это же не вокал, это ударный. Ну, неважно. По факту-то сэмплы те же самые. То есть относиться надо к этому спокойнее. Понял. Спасибо. И второй вопрос, короткий. Вот недавно известно стало, что вы едете вновь на Tomorrowland. Расскажите, что это за формат, вот эта русская рулетка. И как бы, ну, по вам, по Going Hyper понятно, что за музыка будет. А какую музыку там будет рампасы играть. То, что у него она такая более медленная, что ли. Или он будет не свои композиции играть. Ну, если это известно. Слушай, ну, у нас так получилось с Tomorrowland в этом году. Да, мы едем пятый раз на Tomorrowland выступать за свою карьеру. И получается так, что у всех трех проектов один менеджер наш, Кирилл Джамм. И у всех, в принципе, были запросы на Tomorrowland. И все на Хексагон, понимаешь? То есть мы все, получается, как бы, ну, то есть, Донт заинтересован нас всех, чтобы мы были. Но так как есть и другие люди, которых он тоже хочет поставить на свою цену. Мы придумали, так как мы все знакомы, мы все общаемся, мы все друзья. Мы придумали такую фишку вместе с Доном Диабло. Он в этом тоже участвовал. Объединить сразу три проекта, чтобы отыграть, ну, это уже не back-to-back, это какой-то… Back-to-back-to-back. Back-to-back. У нас был такой опыт до этого с Hard Rock Soff'ой на главной сцене Ultra. И как бы нормально мы кайфанули. Не, ну, нам прикольно было, да. То есть это такое интересное. Ну, это интересно. Понятно, что все пять, там, или шесть, или там, сто шесть человек не могут миксовать. Но это все равно туса. Ты помнишь, как выступают там рэперы, там, условно, да? Один там что-то поет, а другой, ну… Back-to-back, а другой просто там что-то делает. А другой просто ходит по сцене водой всех. Да, и водку там кому-то наливает. Это фан. А что касается твоего вопроса, ну, как бы, кто какую музыку будет играть. Ну, естественно, мы будем все играть свою музыку. Это, ну, несложно перейти от одного отряда к другому. Томан выступает как диджей, хотя и продакшен у него чуть помедленнее, чем там 128-126. У него там есть треки помедленнее. Все равно он играет, в принципе, в таком более доступном темпе. Ну, 126-128. Поэтому, как бы, тут, если с технической стороны или с какой-то, никаких проблем, в принципе, нет. Где-то там, наверное, мы уже, в принципе, там определили, что по два трека мы играем, миксуемся, там, как-то переходим, там, придумаем, как нам всем функционировать с толпой и так далее. То есть мы хотим сделать именно вот, чтобы это было интересно. Потому что это не то, чтобы все просто все вышли и все… Привет, Tomorrowland. И мы рубимся, и очень все это, типа, прикольно. Нет, конечно. И видеоряд отдельный. То есть много заморочек. Проект довольно для нас сложный, но мы считаем, что это интересно. И такого, правда, еще не было. Чтобы три проекта объединялись, чтобы делать один диджей-сет. Ну и по музыке это должно быть интереснее. То есть ты в одном сете за час можешь послушать сразу три коллектива. И все эти три коллектива представляют одну страну. Но так как в России не так много продюсеров, которые пишут электронную танцевальную музыку, и тем более играют на Tomorrowland, то мне кажется, это прикольная задача. Слушай, откуда слоган «Вместе мы сильнее»? «Вместе мы сильнее»? Кто помнит. Но он сюда подходит. Ну, в общем, «Вместе мы сильнее». Так что вот такая идея была. Я думаю, это даже к примеру, как заинтересовать промоутера, чтобы он тебя поставил на фестиваль. Скажем, если ты один, наверное, диджей был бы, сказал бы, можно я у тебя выступлю? Он бы подумал, ну ладно. А когда тебе предлагают три проекта сразу в один слот, наверное, это уже тоже как-то интереснее. То есть это есть определенный продукт, который интересен в первую очередь людям, которые придут туда. Они… Ну, это же все одинаково по сути своей. У кого-то отличаются visuals, треки могут чуть-чуть варьироваться, да. А капеллы примерно одни и те же. Но вот люди хотят что-то другое. Почему бы нет? Ну вот мы решили, придумали такую штуку. Опыт был до этого положительный. И мы думаем, что в этот раз будет все тоже круто. Вопросы, я так понял, закончились. Вопрос от ведущего. Я просто слушал внимательно в очередной раз и хотел сказать, резюмируя ваш мастер-класс, ребят. Вот все вопросы так или иначе крутились вокруг одной темы. Да, вот есть ли какие-то правила, вот как нужно здесь и в написании музыки, и в менеджменте каких-то вопросов организационных. И ответ простой. На мой взгляд, вот я внимательно слушал, вот нет никаких рекомендаций. Должен быть, на мой взгляд, просто талант. Вот когда три талантливых человека и музыканта встретились, вот это, наверное, тоже такое божье где-то провидение, да. И богам талант дается. И все-таки вот эти встречи такие, не случайные, мне кажется, это просто вот такая судьба, да. И когда вот три талантливых человека встретились, получилась вот такая команда, такая группа с Венки Тюнс. И вот я предлагаю ребятам поаплодировать. Спасибо. Спасибо вам большое. У нас единственное, вот есть такая традиция, вот вручать сертификаты. Можно ли, вот у нас два человека в студии, Анна Долбикова и Сергей Авдеев, можно ли на фоне вас? Да, конечно, безусловно. Или, может быть, вы сами вручите даже. Да, пожалуйста, по с радости. Анна Долбикова. Анна Викторовна. Вить, Вить, снимай, пожалуйста. Поздравляем. Сергей, просим выйти к нам. Третий у нас есть или нет? Этот человек, по-моему, не пришел. Семен Григорьев, Амелин, Семен Амелин. Здесь Семен Амелин. Семену. Нет, у нас есть Илья, давайте тогда уже. Илья. А Илья сегодня вообще не с пустыми руками, не только с сертификатом уходит. Красавчик. Да, а еще есть... Это был Russian Roulette в Nice Music Academy. Илья сейчас увидит и будет счастливый. Спасибо вам, ребят. До новых встреч в новом эфире в студии Nice Music Academy. Спасибо, что пришли. Надеемся на скорую встречу. Я обещал открыть секрет в июле в этой студии. Мы ждем из Лос-Анджелеса Арти. Приглашаю вас заранее. Дату пока озвучивать не буду, но я думаю, что все в социальных сетях. Вы скоро сами все увидите. Поздравляем тебя с Днем Рождения еще раз. Мы тебе подарок уже подарили. Спасибо, ребят. Спасибо, Дим. Процветание, удачи вам и делайте этот мир лучше. Да, но у нас не только Академия Седдень Рождения, но и у меня лично. Мы в твоем лице. Поздравляем и тебя, и Академия. Двойной праздник сегодня. Это прекрасно. Спасибо, ребят, еще раз. Все, на этом наш праздник окрашился. Всем спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.